Александр Хмелевский, один из лучших игроков Салавата Юлаева. 23-летний нападающий, родился в Северной Америке в семье выхтцев из Советского Союза. Считался большим талантом, ярко выступал в молодежных лигах и юниорских сборных, а с национальной командой США успел взять бронзу чемпионата мира. Классно проявил себя в АХЛ, а за Сан-Хосе в НХЛ набрал 10 очков в 24 матчах. И вдруг Александр решился на крутой поворот в карьере и переехал в Россию. Новыми впечатлениями наш сегодняшний герой поделился с корреспондентом Матч ТВ Андреем Липовецким. Мне нравится пока. Я не знал, что ожидать, когда я подписался на контракт в августе. Чуть-чуть волновался, конечно, потому что я долго в России не был. Но я очень рад, что я здесь, и хоккей сейчас хорошо идет. И мне нравится в Уфе. А когда раньше вообще был в России? Я пару раз был, когда я ребенок был, там, в 9 лет мне. Я в Сен-Петербург пошел и в Москве. Русский у тебя на уровне? Во сколько начал учить? Или всегда как-то говорили на нем тоже? Ну, всегда говорили. Конечно, английский – это мой первый язык. Ну, всегда работал на русском в семье. У меня бабушка разговаривала только на русском, так что я всегда с ней общался. А примерно знаешь, как твоя фамилия переводится? А, хмель – это что из пива делается, правда? Да-да-да. Какие-то с этим ситуации были? Ну, у меня папа всегда говорит мне. Ну, когда я маленький был, рассказывал мне, как это хмель, откуда это приходит. Где ты жил в Америке? В Америке я родился в Южной Калифорнии. Я родился в Хантин-Бич, Калифорния. Когда мне 12 было, я переехал в Детройт. И мы переехали за хоккей. И мы сейчас там живем до сих пор. Как-то можно сравнить Калифорнию, Детройт и Башкирию где-то сейчас? Ну, вообще не можно сравнить, конечно, Калифорнию и Башкирию. Просто там погода, климат вообще разный. Ну, я бы сказал, что нельзя так сравнить, потому что там просто другие люди. А где больше живут хоккеем? Чувствуешь ли ты в Уфе, что вообще город интересуется этим видом спорта? Вообще в России вот так чувствуется, что хоккей – это любимый спорт. И в Уфе, да, если ты за Салават Юлайв играешь, чувствуется, что болельщики узнают тебя там иногда и всегда поддерживают тебя. Ты перешел в Салават. Когда первый раз после этого тебя узнали на улице? Я думаю, там, после там пару игр сыграл в регулярке. Если хорошо играешь, тогда узнают. Но если не плохо играешь, тогда лучше, что они тебя не узнали. Я бы сказал, когда есть большие игры такие, приятно, когда болельщики приходят, особенно против Казан. И чувствуется, что они так очень хотят выиграть. Они даже перед игрой там постали. Можно проиграть кто хочешь, но не Казану. Да, это зеленое дерби. Вообще, в принципе, в России в футболе в хоккее есть дерби, а в Америке с этим сталкивался? Да, да. Ну, по России я много не смотрел. Я об этом не знал, но мне быстро объяснили и научили. В раздевалке иногда выступаешь переводчиком для иностранцев? Ну, всегда, да. У нас Райан Мерфи, конечно, он на русском не разговаривает. Ну, у нас есть ребята, это тоже на английском помогает. Мы все пытаемся помогать. Ну, это тоже помогает мне. Я работаю на оба языка. Завтра у вас игра с ЦСКА, а не действующие обладатели Кубка Гагарина. Страшно? Да, нет. Я думаю, у нас были уже большие игры такие против СКА, против Казан. Ты хочешь в такие моменты играть. Ты хочешь играть против лучших. Ты сразу увидишь, какой уровень у тебя есть. На самом деле, я думаю, все акисты знают их личную статистику. Это как твой номер на телефон. Ты знаешь, ты всегда будешь знать твои, потому что это важно. Ну, таблица тоже важна, но мы знаем, что каждый день меняется. Сейчас у нас так близко. Сейчас Акбарс был шестое место, сейчас они первое место. Так что это все меняется. Самое главное, что мы вышли в плей-офф, и оттуда было бы лучше, потом там быть лучше бомбардер там. Больше, что я смотрю, это мои шансы. Если есть шансы в игре, если есть броски, если я бросную выиграю, если я плюс игрок. Эти вещи включаются. Я знаю, что у меня хорошая игра, и я помогаю командам выиграть игры. То есть важнее показатель плюс-минус? Ага, ну. Когда два команды на одинаковом уровне, как вы сказали, самое главное там желание. И как команда вместе собирается на игры, и как они борются друг с другом. Потому что если настрой коллектив очень сильный, обычно самые сильные коллективы выиграют все. Если там силовой прием был жестко на молодой игрок, там нужно отвечать, нужно помогать, нужно или подраться, или обратно силовой. И если твой партнер видит, что ты за него пошел бороться, вот оттуда коллектив строится. Даже перед сезоном, в предсезонке, да, мы все собирались. И там у нас капитаны и лидеры хорошо сделали работу, чтобы собрать все, чтобы никто чувствовал, как они не в команде. Когда Кубок мира был для футбола, там команда собиралась в группе смотреть игры. Это маленькие вещи вот так помогают и сделают коллектив сильнее. Мужики, красавчики, мель красава. Сколько обычно самое большое у вас собиралось человек? Ну, у нас было, когда вся команда пришла. Это приятно, это, конечно, тяжело, потому что у вас есть другие расписания после тренировки и все остальное. Ну, я думаю, что сейчас такое время уже, для у нас коллектив хороший, и мы сейчас пойдем в плей-офф готов. Ну, а вот как считаешь, вообще Салават может выиграть Кубок Гагарин? Я думаю, да, я думаю, я это чувствовал после пару моментов в этот сезон, когда у нас там 6 подряд мы выиграли, когда мы обыграли СКА, Локомотив и Магнитогорск. Во многих ли командах есть спортивный психолог? И как ты считаешь, должен ли он быть в спортивном клубе? Я знаю, что это такая интересная тема сейчас. Я не думаю, что надо особенно, но я думаю, если игрок чувствует, как ему нужно с кем-то поразговаривать, я думаю, было бы хорошо иметь этот вариант. Всегда пытаюсь там читать про другие вещи и готовиться, потому что менталитет надо. Это не все физическая работа, это все в голове обычно идет. Салават Юлаев. Знаешь ли, кто такой Салават? И был ли у этого легендарного памятника в Уфе? Да, я там был. Я летом, конечно, пошел, когда было теплее. Да, я чуть-чуть знаю про него. И мне сказали, что этот памятник один из самых больших или в России, или в Европе. Так что мы всегда, когда команда едет в аэропорт, мы всегда проезжаем это. Это, конечно, такая легенда и, как сказать, и крутое имя для клуба. Расскажи, что тебя, может быть, удивило? Что-то такое любопытное в людях, в менталитете, в том, что ты увидел, оказавшись в новой стране, хотя которая для тебя не чужая. Как я всегда говорю, я не ожидал, как сильно башкирские люди хоккей любят. И хоккей они на самом деле добрые. Я не ожидал все это. И я не ожидал, когда я первый день прилетел здесь, и меня ожидали. Такие маленькие вещи для хоккеиста. Я в жизни не ожидал, что люди меня будут встречать в аэропорту. Я не ожидал, что в Башкире такая любитель для хоккея. И там другие блюда, там кумыс. Когда я кумыс видел газированное молоко, я думаю, что это? Попробовал, там интересный такой вкус. Так что маленькие вещи такие.